Ну что, в преддверии самого волшебного праздника и в нашем городе случаются чудеса, тем более, что все мы знаем, что жители нашего города очень любят цирки и очень радуются. Я думаю, что и в это утро обрадуются, узнав, что, конечно же, в нашем городе вновь будет представлена замечательная программа. Кто же это будет, давай скорее расскажем. Итак, друзья, у нас пройдут гастроли цирка Юрия Никулина с программой... А? Нет. Представляю, пожалуйста, да? Нет. Это какой Юрия Никулина? Нет, нет. Итак, в нашем цирке замечательным состоится самая настоящая программа, аттракцион под названием «Империя львиц» под руководством обладателя золотого приза Международного циркового фестиваля в Ижевске. Лауреата Международной цирковой премии «Мастер», обладателя всех высших наград на Всемирном фестивале «Идол» Виталия Смоленца. Художественный руководитель программы. Да, и в нашей студии, конечно же, еще и продюсер этого аттракционной, этой программы, Вадим Куревич. Здравствуйте, друзья. Доброе утро. Доброе утро. Мы очень рады, что вы этим ранним утром посетили нашу студию, тем более, что вы пришли сегодня не одни, а с ярким представителем или будущим артистом вашей программы. Спасибо огромное. Доброе утро. Ну, давайте расскажем жителям нашего города, тем более, что действительно люди, которые проживают в нашем городе, еще любят цирк, да, все же ждут и будут ждать жители нашего города с, в общем-то, 17 декабря по 15 января. Что будет в программе? Я хочу еще раз поздороваться. Доброе утро. Столица Башкортостана, Уфа. Спустя 30 лет я в вашем городе. Потрясающий город. Все очень сильно помогают. И мы очень, очень готовились приехать в город, очень готовились с программой, очень готовились пристать перед зрителем. Так что, все основное, главное, расскажет руководитель программы Виталий Смоленец. А я еще раз благодарю весь город за гостеприимство. Спасибо огромное. Виталий, ну что ж, мы дадим вам слово, насколько это возможно, да. Мы принесли вот тигренка, но он что-то нам не дает разговаривать. Если вы не против, то пусть заберут его. Давайте, давайте. Заберите, пожалуйста, вовремя допросить. Привет, да. Малышку, потому что... Он у нас ехал спокойно, почему-то раскричался. Это прямой эфир. Это прямой эфир, действительно. Здесь возможно все. Ну что ж, Виталий, давайте поговорим о программе, да, что ждет у финского зрителя. Ну, дело в том, что, понимаете, эту программу собирали сейчас. Нормально. То есть выбирали лучшее из лучших номеров, как сказать по правде, я всех артистов, которые собраны, знаю, но работал я с частью из них. Но, насколько мне известно, то есть все призеры, все участники фестивалей, лауреаты, в общем, ну и, естественно, будут и животные. То есть это обезьяны, пони. Потом есть у нас заслуженный артист России Юрий Бирюков, который представит великолепную программу с большими лошадьми. Это лепицианы будут и фрезы, огромные боевые лошади. Ну и я представлю уже аттракцион «Империя львиц», которым будут задействованы львицы и тигры. Вот. Ну, не знаю, что еще добавить. Я просто могу сказать одно, что обещаю, что шоу будет очень хорошее. Вадим Львович на сегодняшний день готовит сюрприз, сказка будет для детей, будет очень интересно это. В рамках программы. Конечно. То есть сказка, ну и как это все сливается в церковые номера. Ну, вот я часто слышу этот вопрос. Дело в том, что самое главное качество, самое главное, это первое, и что самое необходимое, это нужно любить этих животных. То есть человек любит именно собак, ему надо с собаками работать, медведей, значит с медведями. У меня душа, я не могу, я целый день нахожусь в цирке, и когда я вижу вот этих животных, мне настроение поднимается как-то, и прям я оживаю, скажем так. В первую очередь это надо любить. Когда есть любовь, тогда начинаются уже репетиции, и животные очень прекрасно чувствуют, как к ним относятся. В принципе-то, что такое дрессура? Дрессура заставит зверя работать, это невозможно. Он гораздо больше, гораздо сильнее. Но вот дело в том, что выпускаются, наблюдаются, наблюдаем за животными на манеже, что они делают. И мне остается только закреплять трюки. Главное, это качество дрессировщика, это любить животных и заметить то, что он делает сам. И мне остается только закрепить. Я же не заставляю там, если животное не хочет прыгать по тумбам, он не будет прыгать. Я не буду его даже заставлять это. Найдутся другие. Ну, тот, допустим, сделает красивые какие-то трюки, пируэты там, или еще, или по буму красиво пройдется. В общем, масса трюков есть, которые животные делают сами. И вот самое главное, это любовь и видеть, замечать это все. Замечать способности. Вот скажите, у вас, как у профессионального артиста, помимо того, что есть, ну, какое-то, может быть, определенное волнение работы с вашими дикими животными. Вот существует такое понятие, как волнение артиста перед выходом на сцену перед зрителями. Существует ли у вас такое, либо уже есть какая-то определенная привычка? Нет, это исключено. Дело в том, что любой артист перед выходом в Манеж, он, ну, все равно волнуется и переживает. Это, и никогда это не кончится. Просто, понимаете, когда я выходил вот самые первые разы, когда у меня прям реально трусились руки и ноги, когда я забывал, что делать, терялся, ну, это, я скажу, там, первый, второй, пятый, десятый раз, то сейчас, конечно же, это прошло, но волнение остается однозначно. Я выхожу все-таки, на меня смотрят тысячи глаз, мне хочется порадовать зрителя, а не разочаровать. Именно эти переживания присутствуют всегда, не только у меня, у любого артиста. Но говоря о переживаниях и говоря о любви, конечно же, животные, как и люди, чувствуют и любовь, да, и отношения, ну, и наверняка чувствуют страх. Не зря нам всегда говорят, что не бойся, потому что животные чувствуют. Возникает ли у вас когда-либо это чувство или у артистов, цирка, которые работают с животными, и как с этим ощущением вот работать? Ну, есть такая пословица, не боятся дураки, да? То есть, я не скажу, что я там трус, боюсь, но, конечно же, опасения и какие-то меры предосторожности я соблюдаю всегда. Во-первых, у меня практика уже работы с ними 20 лет, поэтому, то есть, животное держит дистанцию от меня, я дистанцию держу от нее. Если я подхожу, сокращая дистанцию, идет рык, предупреждение. Это не медведь, это лев, тигр, он более благородный зверь, он предупреждает, потом атакует. То есть, когда мы находимся на манеже, у нас дистанция 2 метра. Если я подхожу, она находится не на месте, а на земле, она отойдет, или тигр отойдет. Если она сидит на месте, и я подхожу ближе, происходит рык, то есть, это запрет для меня. Ну, в общем-то, соблюдение субординации присутствует, скажем так, и с моей, и с их стороны. Ну, и, не знаю, а на манеже они выходят с удовольствием, и доказательством этому я никогда не забуду свой случай, когда мне показалось, что одна из львиц приболела, и я решил не выпустить ее в манеж. Когда я работал, я заметил сразу, что ассистенты от клетки отбежали и убежали за кулисы почему-то. Там остались двое, и двоих не... Ну, мне сразу уже начиналось волнение, что-то случилось, или что-то еще. Я уже в работе, работая в манеже, с мыслями, что может произойти за кулисами. Вольеры закрыты, все, может... Ну, в общем, так. Ну, отработав, я узнал. То есть, как только заиграла музыка, львица начала метаться. Когда я увидел ее, у нее была отдышка, аж чуть ли слюна так, ну, и сердце как аж вылетало. То есть, ее не выпустили в манеже. Для нее ужас был. Это такой ужас, что все вышли в манеж, заиграла. Они знают прекрасно свою музыку, слышат. Даже когда вот я просто сижу с ними, и там звукооператор перед прогоном включает ее. И они слышат, они прям сразу просто встают, такие, что ж, как, где, о чем мы здесь? Ну, так вот, это у них реакция. И после этого, если даже что-то с животным случилось, я там, ну, я лучше выпускаю в манеж, я не прошу ее делать трюки, ну, пусть она лучше будет там. Потому что мне после этого рассказали, что у Бугримовой был точно такой же случай. Это народная артистка России, она работала со львами, и она не выпустила льва, и у нее летальный исход, сердце разорвалось у льва. Так переживала. Да, поэтому мы больше так не поступаем. Это удивительно, удивительно. Настоящие артисты, как люди. Вопрос такой простой, банальный. В свободное время, если такое имеется. Чем занимаетесь, чем отвлекаетесь от своей, так скажем, напряженной работы? Ну, у нас выходной понедельник, у меня двое детей. Ну, и у нас понедельник – это поездка в магазин за продуктами. Потом надо детей сводить в кино, на мультики, в общем-то. Ну, и погулять по городу. Когда каникулы у детей, мы, конечно же, больше уделяем, стараемся им времени. Вот сейчас новогодние каникулы, это надо обязательно сводить их на какую-то сказку. Сказать так, что погулять по городу, скажу честно, я уже все города обгулял. Потому что, представьте, я всегда в разъездах. Семья часто ходит на ваше представление? Семья у меня – это жена, которая работает с обезьянами и понями. В прошлом была гимнастка, сейчас стала дрессировщицей. Вот. И дети, которые… Там цирковая студия, ну, то есть продолжители. То есть, да, так же, там так все. Они, вот, все, им в цирк надо. Им надо в цирк. Ну, все, это уже любовь, которая передается, видимо, с… Да, они родились в опилках и… Вот я честно вам говорю, смеялись, а все смеются. Когда у моего младшего ребенка спросили, назови домашних животных. Так. И он сказал, лев, тигр, обезьяна. Они ему говорят, домашних. И как мы ехали на машине, на переезде, и там бегали курочки, так он нас чуть ли не требовал остановить, на курочку посмотреть. Вот это вот курочка, кошечка, там вот это все. Необычные животные. Ну, это здорово, это интересно. Издержки вот такой замечательной и всеми любимой профессии, за что мы вас, конечно же, очень сильно благодарим за то, что вы дарите радость и детям, и, конечно же, взрослым. Давайте прямо сейчас, так как не так много времени, к сожалению, осталось на наш разговор, еще раз пригласим всех жителей нашего города к вам на представление, которое состоится уже 17 декабря, первое, да, в нашем городе? Да, премьера 17 декабря, и готовилась замечательная сказка. Вот, в Уфе, в Уфинском цирке давно не было сказки, и принимают все артисты, программывают. Даже вот героем, юным смоленцом, значит, представляет его старший сын, Виталий. Да, и он герой этой сказки, да, и его слова, говорит, когда ему предлагают выбрать другую профессию в цирке, там, воздушный гимнаст, акробат Жангберн, он говорит, дедушка Мороз, я же на Маугли похож, среди зверюшек я рос, дрессировщиком хочу. И вот, так сказать, вот он проходит через всю линию этой необыкновенной, необычной сказки. Так что здесь будет очень интересно, очень интересно. Виталий, ну и вам слово. Ну, я не знаю, только поздравить с наступающим Новым годом. Приходите в цирк, любите цирк. Мы будем стараться для вас радовать и постараемся устроить для вас самый лучший праздник, который, ну, чтобы у вас долго-долго были воспоминания. Спасибо огромное. Мы уверены, что так и будет, потому что мы всегда с нетерпением ждем артистов в нашем городе, более такого уровня, такого масштаба, конечно же, да. Ну и желаем, конечно, благодарных зрителей, горящих глаз. И спасибо вам за то, что вы делаете на протяжении многих-многих лет. Спасибо. Спасибо большое. Приходите, не пожалеете. Обязательно, обязательно. Придем, друзья, приходите. И вы уже 17 декабря состоится премьера этой замечательной программы. Приходите, приводите своих детей, мужей и родных. И билеты на это представление один из отличнейших вариантов в качестве подарка на Новый год. Так что не забывайте, 17 декабря начинаются представления. Ну, а мы пока сейчас перенесемся в сладкий мир музыки, после чего вернемся в эту студию.